сейчас покажу вам одну вещь вот она смотрите вот такая вот она вот она видно вам да вот так она выглядит и вот я хочу у вас спросить догадаетесь ли вы что это такое кто-нибудь догадается в конце этого видео я не буду вас конечно томить я вам расскажу и покажу что это такое и как им пользоваться но мне бы хотелось все-таки сначала чтобы вы подумали знаете как обычно интрига такая что вот это такое сказать по правде когда мне подарили эту вещь я не знала что это такое и никогда раньше такого не видела так что вот первый вопрос к вам что это такое привет друзья сегодня я привезла вас к диску мы сегодня погуляем я вам расскажу как цены здесь у нас изменились на какие продукты поднялись сильно цены вот если хотите со мной погулять вместе то давайте погуляем подорожали все молочные продукты где-то наверное на 15 процентов как-то так и вот знаете еще что как мне объяснили знающие люди что в основном очень сильно ощутили повышение цен вот именно в таких вот дешевых магазинах как теска aldi лидл вот именно в них цены выросли подскочили очень сильно а вот магазины из дорогих как мнс например какие там еще магазины вы знаете такие престижные дорогие в них цены почти не выросли и поэтому если вы спросите у зажиточных англичан то они вам скажут что нет они не заметили чтобы цены как-то выросли особо теска я вижу подорожала все ну вот например рыба смотрите мало того что здесь выбор у нас все один и тот же одно и то же продается смотрите вот к примеру форель она стоила всегда 4 фунта за килограмм потом она поднялась до 5 а сейчас уже 6 видите но это вот это из чего что я в основном чаще всего беру это что я вижу ну или камбала вот смотрите она стоила 10 теперь она стоит 1260 вот это вот разновидность то ли камбала то ли палтус но я знаю что она всегда стоила 1650 теперь она стоит 20 ну и дальше подорожали яйца вот не знаю по поводу сахара давно не покупала я его постараюсь практически не есть подорожал хлеб странным образом подорожала соль вот такая вот мелкая соль экстра знаете называлась раньше вот она подорожала в два раза там с по моему полтора килограмма стоила 70 пенсов а теперь она стоит фунт 50 вот привела вас к сыром сыры тоже подорожали странным образом не все хочу заметить сразу не все но вот те которые я брала сыр и вот например вот этот сыр он стоил фунт 90 теперь он стоит 230 видите вот он вот такой вот сыр он стоил фунт 80 вот он стоит видите 230 дальше я всегда брала вот этот эдем сыр эдем вот он в таких упаковочках у нас упаковочка стоила 230 теперь она стоит 280 ну и вот это все это из того что я постоянно покупаю и постоянно вижу поэтому как говорится мне есть с чем сравнивать и так во всем подорожали крупы сейчас если найду вам покажу вот я нашла группы для вас о которых я говорила вот видите вот такие вот упаковки вот они стоили фунт 15 теперь они стоят фунт 35 некоторые фунт 80 ну вроде бы как кажется 15 35 на 20 пенсов поднялись цены но так знаете ощутимо если это на все так поднимается цена мясо подорожала ассортимент снизился практически выбор сейчас очень небольшой вот еще если найду покажу вам меня поразило как сильно подорожали утки вот здесь вот видите распасованные кусочки утиного мяса вот утиная грудка вот такая видите два малюсеньких кусочка сколько тут грамм двести пятьдесят грамм всего лишь на всего вот стоит 450 видите до 450 стоило 350 такая штука дальше здесь я всегда покупала ножки вот грудку я не хочу вот даже если по немножко она потяжелее вот 3 400 грамм видите 397 уже стоит 8 фунтов раньше 8 фунтов стоила целая утка огромная теперь вот 300 грамм грудки а ноги которые стоили 350 по моему тоже две ноги утиных они пропали вообще ну и в общем все что не коснись все намного дороже я знаете показываю вам только то что я нахожу подробно так уж совсем по всем секциям я не буду с вами ходить поверьте мне на слово что все здесь стала дорог но не все нет не все но большинство продуктов стало дороже ну и так же как вы знаете подорожал бензин даже не знаю на сколько процентов но сильно цены поднялись также подорожали коммунальные услуги особенно выросли услуги на газ на электричество ну и казалось бы что совсем бы приуныли англичане потому что это затронуло практически всех в англии но знаете здесь стало правительство английское очень здорово помогать и вот знаете включили такую программу прям сейчас вам зачитаю даже читаю письмо департамент труда и пенсии они пишут мы понимаем что люди испытывают трудности именно поэтому мы последовательно действуем чтобы обеспечить поддержку миллионов семей с низким доходом мы будем продолжать действовать с сочувствием преодолевая сложные глобальные экономические обстоятельства и они говорят что первый платеж от департамента work and pension значит он в размере 324 фунта стерлинга уже поступит 8 ноября 2022 года это платеж о стоимости жизни его получает почти каждая четвертая семья в великобритании но вот получается что каждая четвертая семья нуждается в поддержке и дальше они пишут правительственный пакет поддержки всего в размере 1200 фунтов стерлингов это очень большая сумма заметьте значит в 2022 году этот правительственный пакет включает себя 400 фунтов стерлингов на оплату счетов за электроэнергию которые ежемесячно выплачиваются всем потребителям энергии до марта 23 года 326 фунтов стерлингов это оплата стоимости жизни и вдобавок к этому почти каждый десятый человек получил пособие по инвалидности в размере 150 фунтов стерлингов но по инвалидности ладно и вот они значит такую программу здесь включили которая уже начала работать я вот именно 8 ноября до получила автоматически на свой банковский счет 324 фунта стерлинга и мне вчера бросили почтовый ящик письмо здесь написано зима зимний платеж будет перечислен вам до марта 23 года в размере 500 фунтов стерлингов это еще дополнительно также департамент и правительство помогает англичанам так что вот обещает правительство выплатить 1200 фунтов за этот год за отопительный период 22 23 годов они уже выплатили 300 фунтов в июне месяце по моему даже вам рассказывала и 350 фунтов выплатили в июле потом несколько месяцев был тут промежуток и вот сейчас опять значит значит 324 они перечислили на счет и еще обещают 500 сумме я так понимаю что это все должно составить 1200 фунтов 1200 фунтов так если говорить для тех кто не особенно разбирается эта сумма получается как два минимум как две минимальных пенсии месячных вот такая вот выплата потому что если я правильно помню месячная пенсия самая самая низкая это 750 фунтов стерлингов здесь в англии поэтому значит но чуть-чуть меньше 750 на 2 это будет 1500 они выплачивают 1200 согласитесь что это очень хорошая помощь в общем-то для каждого четвертого жителя великобритании еще радует то что не надо никуда ходить не надо писать никаких заявлений эти все платежи они поступают автоматически для людей с низким доходом вот такие последние новости здесь если говорить о росте цен и о том как помогает государство а я гуляю с вами вдоль пролива пролива ламанш опять обратите внимание насколько сегодня он буйный и полная вода вот такие вот брызги замечательные знаете конечно дышать этим всем просто очень очень полезно вот не знаю камера показывает моя вам или нет я специально показываю вот этот вот ракурс такой чтобы вам видно было когда волны ударяются об этот парапет набережной они настолько разбрызгиваются что там вдалеке видно даже знаете такой туман от мелких мелких брызг вот белый туман если кто-то внимательно посмотрит присмотрится то видно и я когда вот гуляла здесь я гуляла долго вдоль океана дышала воздухом ионизированным пришла домой и у меня все губы соленые я подошла к зеркалу посмотрела и прямо такой налет мелкой мелкой пыли соли белой на лице я это все смыла конечно же и вот вы знаете даже честно говоря я немного не в курсе кто знает просветите вот полезно ли это для кожи лица если вот такая вот мелкая пыль дисперсная соль оседает на лице и на коже но все равно гулять вдоль моря очень очень приятно поэтому я сегодня вам так много его сняла и показала вам на всем протяжении своего рассказа хотя знаете чем хороша съемка что можно как в сказке просто мгновение перенестись совершенно другое место и вот я гуляю также и по парку очень красивый осенний парк и птицы поют и тишина и даже кое-где зеленая листва хотя обращала внимание много-много раз по моему и вам тоже показывала и говорила что если не увидишь вот эти листья желтые то в общем даже и не поймешь какое время года потому что Англия она же вечно зеленая получается здесь очень много деревьев вот таких хвойных елок сосен пихты также странным образом плющ тоже вечно зеленое растение и поэтому и зимой и летом Англия всегда зеленая лужайки вот эти вот газоны тоже вечно зеленые они у нас немножко пострадали когда было это лето знойным очень жарко было и все посохло без дождей но вот опять пошли дожди наступила осень и все восстановилось вот такое сегодня у меня для вас видео обзорчик небольшой ну еще у меня осталось последнее рассказать вам что же я вам показала в начале что это была за такая штука похожая на трубку только стеклянная догадались ли вы если кто-то догадался будет интересно услышать ну а для тех кто не догадался я так в принципе тоже никогда не догадалась пока мне не объяснили что это и как это работает давайте посмотрим все очень очень просто и легко вот смотрите сейчас я вам покажу что это такое и вы сразу догадаетесь мы заливаем сюда коньячок вот так довольно вместительный и теперь вот этот вот коньячок берем вот так вот в руку греем ладонью и потихонечку наслаждаясь вот так отпеваем глоточек за глоточком сейчас я попробую классно коньячок у меня классный но я честно сказать пробую впервые его надо погреть вот так в руках это такой процесс неспешный откуда взялось это если кто-то догадался если кто-то знает больше об этой штуке и может быть даже ее название знает я была бы очень рада если бы вы мне рассказали потому что похоже на трубку но не трубка вот говорят что используют специально для того чтобы за неспешной беседой сидя у камина вот так вот потихонечку попивать коньячок наслаждаться процессом вот так как и Продолжение следует...